Кажется, что порой животные чувствуют и видят гораздо больше, чем люди. Этот необычный волк отказывался отходить от мертвой девушки. В дело пришлось вмешаться врачам, которые вскоре обнаружили шокирующую и страшную правду. При взгляде на прекрасную Бекки в свадебном платье, лежащую в гробу, все присутствующие зарыдали. Окружающие должны были смотреть, как девушка идет к алтарю, сияющая и счастливая в день своей свадьбы, но вместо этого они оказались на похоронах девушки. Неожиданно в комнату забежал волк, запрыгнул прямо в гроб и отказывался сдвинуться с места. Ужасно расстроенный Мэтт просил волка уйти, но тот никак не реагировал на слова парня. Мэтт неожиданно вспомнил момент, когда он впервые встретил Бекки. Девушка просто обожала лес и очень часто ходила в походы. Здесь ей гораздо легче дышалось после душного города, который всегда усугублял ее мучительную эпилепсию. Однажды, когда Бекки отдыхала в палатке в лесу после длительного похода, она услышала снаружи жалобный писк. Девушка выглянула наружу и заметила поблизости маленького щенка, который выглядел очень ослабшим и беспомощным. Добрая Бекки тут же бросилась к малышу, но как только она взяла его на руки, то поняла, что это был совсем не щенок собаки, а самый настоящий волчонок. Девушка сильно напряглась, так как поблизости могла оказаться мама волчонка, поведение которой в этом случае было непредсказуемым и крайне опасным. Однако прошло несколько минут, но волчица так и не появилась, а маленький волчонок продолжал смотреть на Бекки голодными жалобными глазами и тихонько пищать. Девушка быстро поняла, что с волчицей случилась беда, а потерявшийся маленький детеныш точно не выживет в дикой природе, если ему не помочь. Бекки забрала волчонка к себе домой, где напоила его теплым питательным молоком, после чего малыш быстро уснул, свернувшись калачиком на теплом покрывале. Девушка прекрасно понимала, что не сможет сама вырастить волчонка, который однажды превратится в большого дикого хищника. Поэтому Бекки принесла волчонка, которого она назвала Сильвером, в ближайший питомник для диких животных. Отзывчивый сотрудник Мэтт пообещал, что они обязательно позаботятся о Сильвере и позволил Бекки несколько раз в неделю навещать звереныша. Добрая Бекки с радостью согласилась, и как только у нее появлялась свободная минутка, она обязательно приходила в питомник, чтобы пообщаться с подрастающим Сильвером. Так незаметно Бекки сблизилась не только с волчонком, но и с добрым Мэттом, с которым у них оказалось много общих интересов, в первую очередь это любовь к природе и животным. Мэтт и Бекки вместе ухаживали за Сильвером и относились к растущему волку словно к большой собаке, а зверь отвечал людям взаимностью, благодарный за свое спасение. Когда Мэтт неожиданно предложил Бекки выйти за него замуж, девушка с радостью согласилась, и двое назначили дату свадьбы на ближайшее время. Бекки просто обожала свое свадебное платье, в котором она выглядела невероятно красивой и милой. Вот только болезнь Бекки разрушила все планы молодой пары. Когда однажды Мэтт пришел домой к невесте, то с ужасом обнаружил на кровати ее бездыханное тело. Прибывший вскоре знакомый врач подтвердил, что Бекки умерла, а причиной смерти стала ее эпилепсия. Мэтт не мог сдержать слез, ведь вместо долгожданной свадьбы ему придется хоронить свою любимую невесту. При этом жених решил надеть на умершую девушку свадебное платье, о котором она так долго мечтала. В день похорон Мэтт, как и многие присутствующие, был очень грустен. Видеть свою красивую невесту в гробу в свадебном платье было просто невыносимо, и слезы наворачивались на глазах сами собой. Мэтт знал, что Сильвер также очень любил Бекки и решил дать ему возможность попрощаться с девушкой. Однако, когда волк зашел в зал и увидел мертвую Бекки, то повел себя крайне неожиданно. Хищник подбежал к открытому гробу, запрыгнул прямо внутрь и наотрез отказывался выходить обратно. Ни Мэтт, ни остальные присутствующие не могли уговорить Сильвера отойти от тела Бекки. Мэтт понял, что что-то не так и сразу позвонил в службу спасения. Приехавшие на вызов врачи сначала сильно удивились, но после многочисленных просьб Мэтта они согласились повторно осмотреть умершую девушку. Неожиданно один из врачей вскрикнул и начал что-то шептать своим коллегам. Доктора положили тело Бекки на носилки, донесли до машины скорой помощи и помчались в больницу, а шокированный происходящим Мэтт поехал за ними следом. Через несколько минут они добрались до отделения реанимации, куда тут же поместили Бекки, а один из докторов дрожащим голосом объяснил Мэтту, что его невесту ошибочно признали мертвой. Оказывается, у Бекки была каталепсия, чрезвычайно редкая болезнь, при которой у пострадавшего практически отсутствуют любые признаки жизнедеятельности. Это один из редчайших симптомов эпилепсии. Человек в таком случае выглядит так, будто он ушел из жизни. Его дыхание настолько поверхностно, что кажется, будто он вообще не дышит. Сердцебиение почти не ощущается, и даже конечности становятся жесткими, как будто тело находится в трупном окоченении. К счастью, Сильвер понял, что его хозяйка еще жива и не позволил похоронить ее заживо. В больнице через несколько часов медикам удалось реанимировать Бекки, и они с облегчением сказали Мэтту, что мозг девушки каким-то чудом не пострадал от кислородного голодания. Вскоре Бекки пришла в себя, а когда Мэтт рассказал, что с ней случилось, девушка разрыдалась и долго не могла поверить в происходящее. Бекки думала лишь о том, что она осталась жива лишь благодаря Сильверу, который таким чудесным образом отблагодарил девушку за свое спасение. Мэтт и Бекки вскоре поженились, а самым почетным гостем на свадьбе, конечно же, стал верный волк Сильвер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова